Что-то посмотрел на эту карту, не знаю почему, я вдруг вспомнил про кражу церкви, которую Россия тоже совершила в Украине. Тогда был безвизовый режим, сейчас есть безвизовый, и границ не было с этой прекрасной страной. Она считала своей частью. Ты можешь рассказать, как они украли отсюда церковь? Ты имеешь ввиду, как получили ту... Да, да, да. Как они украли церковь? Ты знаешь, смотри, я тебе скажу так, значит, что в разговоре иудея с мусульманином вопросы христианские должны быть... Мы не про христианство, а чисто про политику. На самом деле церковь была украдена точно так же, как и украинская, славянская история приписана себе. Значит, об этом сейчас много есть работ, и даже у меня на фейсбук зайти, есть ссылки, где это взять. Но я принципиально о церкви не пишу в силу своего происхождения. И когда русские, московские, московские князья хотели организовать центр политический вот у себя в Москве, то нужно было, конечно, привлечь и митрополитов, патриархов и так далее. Кстати, вот та легендарная дата основания Москвы, 1147 год, которую знают еще со школы, она, мягко говоря, нелегитимна по той причине, что тогда в этом городке не было церкви. А населенный пункт без церкви не может считаться городом. Он считается деревней. Да, хотя во многих деревнях уже стояли церкви. Это село, это уже церковь. Расскажи так позже. Но мы говорим деревни, а есть села. И, допустим, есть историки, которые оценивают основания Москвы в 12-м и даже в 13-м веке. Кстати, опять-таки, на секунду отвлекусь, в российской истории не любят вспоминать то, что московские князья до Петра Первого были вассалами Крымского ханства. Давайте вспомним. Давайте вспомним. Да. И на самом деле, почему-то в украинских учебниках это пишется, а в российских нет. И когда перевезли, можно сказать, патриарха в Москву и держал его там московский князь, пока тот не умер, а умер, тогда следующий уже должен быть там, то Вселенский патриарх в Константинополе, он признал временное право московской церкви определять некоторые вопросы церковной жизни в Киеве и в других местах. Никто не говорил, что украинская церковь подчиняется московской или российской. Российской тогда вообще не было. Россия была с 18-го века, с начала правления Петра до 1700-го. Но и срок не указан просто. Конечно. По оплошности не указан. На самом деле, сегодня Константинопольский патриарх просто восстановил историческую справедливость и напомнил то, что было на самом деле. И то, что сейчас некоторые деятели русской православной церкви отказываются упоминать в специальных обрядах, скажем, мягко Константинопольского патриарха, как они должны это делать, и фактически говорят о расколе, это приведет только к беде саму идеологическую структуру, которая получила название Российская православная церковь. Ну, давай тогда уже вспомним.